Вася, чёрт, всем привет! Женщина Баба Какашка! Всем привет! Здравствуйте! У Веры новое имя Женщина Какашка! Да не надо, Варя! Варя, здоровья вам! Спасибо! Растите, не болейте, мирного неба! Спасибо! Всего доброго, потому что дети и внуки это наше будущее. И чтобы мир был добрее, тогда будем жить. Всего доброго! Спасибо! Ну, чё вы? Идём, у нас это, у нас нетуристические эти, пишите, как вы, прогулка нетуристическая. Идём не по туристическим местам, то есть это спальный райончик. Знаете, смотри, у меня есть шорты. Ну да, вы очень красивые, девчонки. У Веры все молчал! Вообще-то воздушные поцелуи красивые. У Веры платье. Спокойся! Удачи, всем пока! Удачи, всем пока! Удачи, я люблю! Вера, идите нормально, Ровно. Вера, дай руку, женщина. Она понимает, или кольцо одела, и всё, она теперь у нас истинная. Так, это спальный район, там где мы живём. Вот тут такие домики вокруг. Ну, что же, пойдём? Типовые, типичные. Ой, кто-то там кинул это... Это не центр, конечно. Ну да. Так, Вика, ты куда нас ведёшь? Я не знаю. Куда глаза глядя? Конечно. Мы прошли уже, Вик, в рынок. Надо обратно возвращаться. Так, какой-то торговый центр. Так, Верка, не надо на ноги наступать специально. Ты посмотри, вот они целый день цепляют друг друга. По очереди. А теперь Вера придумала наступать Варе на ноги. Вера, не надо Варе на ноги наступать. Тобой крикнул. Новая обувь, вот посмотрите. Варе только новые сандалии одели. И папа в новых тапках идёт. Да это не новые, это старые, самые старые. Просто новые, потому что ты их помыл, наверное, поэтому... И в трениках с вытянутыми коленями. Новыми. С которыми три года уже. Они с мамой жёлтые. Да. А кто тебе не дал одеть новые шорты? Их знает, что ты треники оденешь? Здесь, конечно, колоритное место тоже такое. Колоритное. Колоритное место. Оно не с мусором всё вылазит. Да. Вера. Ладно, идём. Мам, да, хорошенький. Пойдём, Веруся. Веруся, пойдём, вон мама, пошли. На. Там черешню видела по 130. Почти туда пройдём. Ну пошли. И дальше. Так, тут вишня есть по 160 рублей. Черешня сладкая 180. Баклажаны 128. Помидоры сладкие 118. Верка, давай руку. Мам, у меня камушек. Сейчас мы уберём тебе камушек. Пошли, пойдём. Так, персики по 99. Помидоры по 78. И те, вон, персики, нектарины по 135. Помидоры 120. Картофель 40 рублей. А есть мелкий картофель по 25 получается. Пошли, Верка. Пошли, пошли. Дальше походим, посмотрим, пошли. Пойдём, Павел. О, это вишня, это черешня по 145 рублей. И хорошая большая такая. Картошка. 32 рубля получается. Помидоры 150. Огурцы 1 килограмм 50. 50 рублей. Хорошенькие огурчики. А вишня по 250. Ну, пойдём, сейчас. Хорошая вишня. Да? А это по... Огурцы 1 килограмм 50 или ежевитка, что ли? Не трожь. Ага. Не знаю. Малина по 250, да? Там пешёй. Ну да. А где-то видишь, меня не спуталась. Ага, клубника 350. Заплатить там 200 рублей? Ой, ну мы не будем искать это, где это бы. Я хочу. Неизвестно. Ну да устала, Веруйська. Не, я... Идём. Малина скоро будет. Да? Понятно. А здесь... А здесь бабушки сидят, продают. Видите, домашнее всё своё. С огорода, возможно. И малинку. Угу. А забыла, как эта ягода называется? Крыжовник. А, крыжовник, да? Сладенькая, да? Почём она? Ну, хотите попробуйте, я не могу сказать вам. А сколько стоит стаканчик? 150. 150, ага. Крыжовник это точно. Спасибо. Закруточки продают, они вот тут сидят, да? Ну что? Крыжовник, майонезная ведёрка 200 рублей. Ну, то есть там лоточек маленький, а здесь майонезная ведёрка 200 рублей. Ага, тут выгодней? Ага. Морковочка уже, лучок есть. Зелень, редисочка. Ага, хорошо. А вот клубника 200 рублей, горох по 100 рублей. Ага. Так, мы выехали в Советск. Нам ехать 123 километра сейчас показывает. В Советске находится граница с какой, с каким городом? Польша или Латвия. Латвия. Ну, в общем, когда мы туда приедем, подробнее расскажем. Сейчас выезжаем на областную дорогу. Так ведь? Да. Окружную. Окружную. И едем всё. Поедем по хорошей дороге. Ага. 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 Верка сейчас вырвит сейчас, бедненькую. Фу, тут такой запах. Я бы ее лицо сняла в лайк. Фу, тут очистные что ли. Фу, тут очистные что ли. Я бы в лайк ее лицо сняла. Лайк. Средичка. Да. Жесть, да? Да. А ты куда снимаешь? Вера, держи. Я бы в лайк ее сняла. Так, а в лайк открываем быстро. Фу, а тут что-то мухи какие-то летают. А что тут происходит? Мне кажется, здесь очистная какая-то. Давай, давай. Да, служба или что? Я хотела просто открыть, а кто снять? Мухи-ка. Фу. Так что... Ну ничего такая честная. Что же здесь люди работают? Как они работают? Мельникова продукты. А, Мельникова. А, Мельникова. Почему такой запах? Ну тут ферма Мельникова продукты. Тут ферма какая-то. Видишь, хрюшки вон нарисованы. Да. Поэтому, да, закупала? Да. Давай, давай. Поверьте на нас. Да сейчас, подождите. Мы сегодня все пьем. Вот это немецкий, да? Мы сегодня поменим. С помененными окнами. С поменим сел. Ой, папа царит. Через триста метров поверните налево. Вон. Через три метра поверните налево. Вон поворот на Советск. Советск. По такой трассе ехать вообще одно удовольствие. Мы не заметили, как проехали, ну, уже получается, 70 километров. Вообще не заметили. Вау! Телефон. Коротко о памятниках архитектуры Калининградской области. Это кирха Санкт-Лоренц. Так, в честь какого-то там святого, парам-парам. Долгое время Санкт-Лоренц служила местом молитвы для местных жителей и прихожан соседних поселений. В том числе и Раушино, Светлогорск. Последняя служба состоялась в марте 45-го года. В настоящее время сохранились останки стен первого этажа. Сохранился ступенчатый фронтон восточной алтарной. Стены с колоннами и проемами, декоративными нишами. Ну вот такая вот построечка. Здесь даже табличка висит, что памятник истории оригинального значения подлежит государственной охране. Ну тут все заборчиком обнесено. То есть мы туда зайти попасть не можем. Вот смотрите. Ну и дать при наступлении советской армии тут все разбомбили. Возможно это тоже как использовалось, как оборонительная какая-то крепость немецкая. Ну я так думаю. Так что вот так видите. А там люди живут. Тепличка стоит чья-то. Ну и тут живут вот домик даже у кого-то. А это вот немецкий наверное дом, да? Этот дом, да, построен тоже в 15 веке. Это была при Кирхе, школа. Если хотите переезжать, переезжайте в Зеленоградск лучше. Зеленоградск сейчас развивается лучше, чем это самое. Светлогорск из Пахабели своими строительством строят эти небоскребы. У немцев не было таких улиц. Они строили не выше третьего этажа. Из-за фактуры местности. А наши уже лишь бы денег сотрать. На, бери. А в Зеленоградске развивается то, что там туристическое направление какое-то? В Зеленоградске развивается все-то разное. Там и инфраструктура развивается, и пляж там лучше. И с работой там это самое тоже строительство. Он будет расстраиваться до самой косы. Поэтому можно легче устроиться в Зеленоградске. Я понял. На это самое. Светлогорск он развивался раньше, а сейчас его испахабили и этим строительством. А Зеленоградск только года три как начал это самое. И строить они начали туда. А центр и вот это вот все наоборот благоустраивает. А в Светлогорске вроде и благоустраивает. Но из-за того, что вот эти вот небоскребы стоят. Дом на доме, дом на доме это самое. Строят их. Ценовая политика очень высокая. А полупустые стоят, в основном покупают москвичи. А если вы для жилья, это самое лучшее. Или тогда первый Светлогорск, он считается спальнями. Или Зеленоградск. Ну я бы вам посоветовала Зеленоградск лучше. А устраивается в Калининград работать. Ну понятно. Потому что я говорю, здесь сезонная в Светлогорске работа. Тут нету такой. Вот сезон, лето у нас наступает, это самое, съезжаются все. А сейчас в связи с пандемией никто не едет за границу. Все прутся сюда, в городе вообще не продохнут. Народ еще прибавится. Ну вот нам тетка тоже сказала, она в Советске живет. Она говорит, весь... Ну Советск это... Еще дальше. Она говорит, все округа собираются, скидываются на бензин и едут в Калининград работать. Кто там говорит? Ну потому что в Советске тоже особо нет работы. Ну да, она говорит, Совет сильно сократился по населению. То есть многие предприятия закрылись, она говорит. Та часть, особенно в пандемию многие закрылись. Были которые частные. Те, которые дальше эти, Славский все эти, там вообще делать нечего. Там только свое держать. Держать, если приезжать полностью с семьей, покупать какой-то большой участок земли, стройки, держать какое-то свое. Все, кто там живут, они все даже сюда приезжают, привозят свою продукцию, продают здесь, это самое, в Калининград. Ты только будешь молодец. Ладно, все, не буду вас отвлекать. Спасибо большое. Вот это была раньше школа при церкви, представляете? Вроде как бы неказистое какое-то здание, а была школа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok